Чаще всего все самые пугающие, жестокие, загоняющие нас в недоумение преступления совершаются умышленно. Но что если ключевым участником одного из таких преступлений является невежество и вера в выдумки? И не просто невежество, а коллективное, осознанное помешательство на суевериях, приметах, вере в потусторонние силы. Проще говоря, сегодня мы обсудим преступление, вопиющее преступление, в котором виноват целый город, жители которого, безусловно, с благими намерениями пытались спасти жертву, помочь ей, но в какой-то момент что-то пошло не так. А с вами я, Ольга Монтро, и прежде чем мы начнем, хочу пригласить вас в свой телеграм-канал. Там мы общаемся каждый день, обсуждаем уже вышедшие видео и преступления, или будущие выбираем вместе. Конечно же, говорим про криминалистику, искусство и про жизнь в целом. Так что да, мы ждем тебя там, на темной стороне телеграм. А также не забывайте, что все арты из этого видео, из других видео или из других соцсетей можно приобрести. Так вы станете обладателем оригинала, а также поддержите меня. Все ссылки в описании. Ну а мы начинаем. Городок Беливелли, графство Типерерии, Ирландия. В августе 1869 года в большой семье Пета и Бриджит Болланд рождается самый младший ребенок. Девочка, которой дают имя Бриджит, назвав ее в честь матери. С самого детства трудолюбивая и упорная Бриджит подрабатывала в различных сферах, стараясь финансово поддержать родителей в трудное время. И именно так она и попала на работу к портнихе, которая всему ее обучила. Начав столь рано трудиться, Бриджит не оставила учебу, окончив все девять классов школьного образования. Это было редкостью и для мальчиков из простых бедных семей, не говоря уже о девочках. И к 18 годам Бриджит самостоятельно брала заказы и была известна в городке как профессиональная швея. Но не только. Также Бриджит была и привлекательной, и обаятельной, и дерз. Голубоглазая темноволосая девушка не прятала застенчиво глаза при виде мужчин, говоря с ними на равных, что нередко возмущало общественность того времени. Бриджит называли через чур свободолюбивой и распутной, но это не мешало толпам поклонников собираться вокруг нее с предложением руки и сердца. Всех их она отвергала. Летом 1887 года Бриджит на некоторое время переезжает в город Клонмэл, расположенный в том же графстве. Несколькими годами ранее в него же из небольшой деревни переезжает 25-летний Майкл Клири. Он не имел образования, но был трудолюбив и, научившись изготавливать бочки и другие деревянные емкости, стал купером. Познакомившись, пара быстро нашла общий язык и вскоре произнесла клятвы верности в небольшой католической церкви. Знакомые описывали их как амбициозную, желавшую во что бы то ни стало выбраться из бедности пару. Особенно этот напор исходил от Бриджит, которая хоть была влюблена, но в молодом супруге ее смущала его суеверность и страсть к древним поверьям. Ей это казалось простодушным и глупым в то время, как должно было пугать. Но об этом чуть позже. После года замужества пара на некоторое время разлучилась, когда Бриджит вернулась в свой городок Беливедли, чтобы помочь пожилым родителям обосноваться в новом доме. По меркам того времени, одноэтажная постройка с двумя спальнями, гостиной и чердаком считалась просторным домом. Электричество хоть уже использовалось в крупных городах Ирландии, но еще не было так распространено. Нисколько из-за недоступности и дороговизны, сколько из-за упрямства и отрицания современных технологий простыми ирландцами, которые охотнее верили в приметы, чем в прогресс. Так вот, в том самом доме, в котором пока что проживали родители Бриджит и сама девушка, электричества не было. Зато была большая печь с металлической решеткой. Запомните ее, в истории, которая произойдет здесь же позже, этой печи уготована зловещая роль. В течение периода раздельного проживания независимость Бриджит росла. Она и до этого не грезила фантазиями о замужестве, а теперь и вовсе начала сомневаться в своем решении. Купив за огромные деньги швейную машинку марки Зингер, современную для того времени, Бриджит начала брать индивидуальные заказы у местных модниц, изготавливая не только одежду, но и шляпки. После смерти матери Бриджит приняла решение и дальше оставаться в Боливедле, ухаживая за больным отцом, Пэтом Боландом. К тому моменту, как и его не стало, сколотив неплохие накопления в клонмеле, Майкл присоединился к жене в доме ее родителей. Говоря, что продав дом и добавив накопления, они смогут переехать, Майкл всеми способами уговаривал жену уехать с того места. Дело в том, что эта местность на окраине Боливедле пользовалась дурной славой и даже считалась опасной, ведь с древних времен принадлежала феям, а Майкл их боялся и очень даже серьезно боялся. Как феи и опасность вяжутся вместе? Сейчас объясню. Суеверия, предрассудки и вера в потусторонние силы, которые могут покарать или испортить жизнь, формировались веками. Нерациональное толкование тех или иных происшествий, природных явлений и совпадений складывались в поверье, легенды и приметы. А вы, кстати, считаете себя суеверным? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне правда интересно, потому что я постоянно с этим сталкиваюсь, постоянно слышу что-то подобное, как «не разбивай зеркало, семь лет горя», да, что-то такое. Я спрашиваю, почему? Ну, в смысле, почему? Потому. Ну, почему? Да потому. И вот достаю людей, понимаете, достаю людей сумку на пол. Оля, нельзя ставить сумку на пол. Почему? Денег не будет. Хорошо. А как это связано? Ну, как это связано? Просто не ставь, а то денег не будет. И вот мне бы объяснил бы хоть кто-нибудь, я, может быть, и нищая поэтому, потому что не знаю, не понимаю, глупости всякие творю, но никто не хочет объяснять мне приметы. Просто, ну, нельзя и все. Вот нельзя там лестница, кошка, ведро, всякая ерунда. А я вот, может, не понимаю. Но, к счастью, чем быстрее движется прогресс, тем менее суеверными становятся люди. Но Бриджит и Майкл жили в девятнадцатом веке. И хоть это уже достаточно прогрессивный век, но они жили не в крупном городе, где суеверие и легенды о потусторонних силах уже теряли свою силу и чаще служили лишь сказками для запугивания детей. А напротив, в совсем небольшом городке, где по-прежнему все эти поверья и суеверия воспринимались очень серьезно. Вот я тоже живу в маленьком городке, но за окном шум, как будто я в мегаполисе. Но весна-лето окно я закрывать не буду. Вы уж меня простите, примите, но для меня это и так сложный период. Вообще, физически и эмоционально. Жара – это ужасно. Так вот, в Ирландии девятнадцатого века еще сильна была средневековая байка, сформировавшаяся еще во времена короля Артура. Я говорю про веру в фей. И если сейчас мы представляем себе этих волшебных существ шелковистыми волосами, переливающимися крылышками и ангельским глазком, то раньше люди воображали отнюдь не такие образы. Точнее, по одной из теорий, феи действительно были ангелами, падшими ангелами, которых изгнали из рая. Выглядеть они могли по-разному и быть любых размеров – от крошечных уродцев до ужасных, огромных монстров. Но не столь ужасен был их внешний вид, сколько их способность принимать человеческое обличие. Местные жители, которые, повторюсь, верили в их существование на полном серьезе, обращались к феям уважительно. И если вдруг заходил о них разговор, то оканчивался он фразами «со всем уважением к феям» или «благослови Господь фей». Если вдруг в доме происходило какое-либо несчастье или, наоборот, в ожидании добрых вестей, ирландцы оставляли угощение и подношение для фей. Такая осторожность и почитание были неспроста. Ведь оскорбленные феи могли уничтожить урожай, утащить овцу или даже ребенка. Легенды о подменышах, которых феи оставляли в кроватках вместо похищенных детей, были у всех на слуху. И действительно, в каждой деревне находился кто-то, лично знавший несчастную мать, по глупости плеснувшую грязную воду в окно и рассердившую, попавшую под капли грязи фею. Не извинившись и не предложив фее угощение, мать замечала, что в колыбели вместо ребенка лежит уродливый подменыш. Уговорами, извинениями, угощениями здесь уже было не помочь. Изгнать подменыша можно было лишь силой. Например, сорвав с печи решетку, прижечь уродца. Как это насилие срабатывало, неизвестно. Но в народе поговаривали, что после таких процедур феи должны были забрать своего и возвратить украденное дитя. Но это все описание вариантов, если вдруг феи посетили ваш дом. А что если нарушить их покой, ступить на зачарованные территории фей? Поговаривали, что глупец, который пошел на такой шаг, уже не жилец. А чаще всего феи селились в холмах или древних кельтских постройках, рингфортах. Конечно же, такие места стоило обходить стороной, не говоря уже о том, чтобы строить неподалеку от них дома. Ведь в таком случае феи могут похитить не только младенцев, а забрать весь дом в свой потусторонний мир. Именно неподалеку от рингфорта и стоял дом семьи Бриджит. Вот поэтому Майкл так сильно настаивал на переезде. Повторюсь, человеком он был суеверным и серьезно верующим в существование фей. Но Бриджит не только пожелала остаться в доме родителей, более того, она всячески отрицала все слухи и легенды, постоянно посмеиваясь над простодушным супругом. После смерти обоих родителей Бриджит любила гулять в одиночестве, нередко посещая рингфорт, где, любуясь природой, делала зарисовки для своих будущих шляпок и накидок. А по городу в это время начали ползти слухи о том, что юная красавица посещает зачарованные места для общения с феями, что якобы она не верит в смерть родителей, думая, что их похитили те самые феи. Вот и задумала неладная уговорить их вернуть родителей. Старые горожане вспомнили случай, когда много десятилетий назад мать Бриджит ушла в лес и пропала, а через несколько дней вышла из леса, как ни в чем не бывало. Изнеможденная она рассказала, что заблудилась, и жизнь ей спасли лишь лесные ягоды, но многие стали подозревать ее в связи с феями, поклонении им и даже больше в том, что не она это вовсе, а подменыш. 6 марта 1895 год. В этот день Бриджит Клири отправилась в город по своим обычным делам. Встреча с клиентами и закупка материала. Быстро решив все задуманное, она направилась домой, по дороге повстречав Джона Данна. Он был близким другом ее мужа Майкла и по совместительству свидетелем на их свадьбе. Джон заметил, что девушка дрожит, и голос ее, обычно такой звонкий и громкий, звучит совсем тихо, почти как шепот. Но Бриджит заверила его в том, что все в порядке. Начало весны, постоянные дожди и ветер, вот и простыло. Они распрощались, а весь следующий день Бриджит провела в постели. Ее то бросало в жар, то тело покрывалось мурашками от холода. Голова раскалывалась, а горло пронизывала острая боль. И если вы думаете, что можно просто принять тот факт, что ты болен, отлежаться и продолжить жить дальше, то давайте вспомним, что мы говорим о преступлении, произошедшем в 19 веке, что означает лишь одно. У всего должно быть объяснение. Не логичное, а полное предрассудков и веры в потустороннее, а уж тем более болезни. Если же это не кара высших сил, то сглаз или темное колдовство. Или, что хуже, проделки фей. По крайней мере, Майкл был в этом точно уверен. Бриджит, к ее будущему несчастью, над его домыслами лишь посмеялась, отрицая его суеверный бред, сказав, «Мне просто нужно несколько дней покоя и пригласи ко мне врача». И здесь педняге Бриджит тоже не повезло. Переживающий муж, хоть и начал крутить в своей голове разные вариации происходящего, за доктором все же отправился. Только вот на весь Боливедли работал один лишь врач – старый, суеверный и выживающий из ума доктор Уильям Крин. Следуя установленному порядку, пациенты записывались к нему на прием и сами приходили на осмотр. Но если же пациент был так плох, что не мог идти, врач посещал его дом сам. Для того, чтобы это произошло, вначале в приемной врача нужно было взять красную карточку. Это действительно была самая настоящая красная карточка, точнее дощечка. Ее вешали на дверь дома и ждали, 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 ждали и ждали. Наступил понедельник, врача не было в течение пяти дней, а Бриджит становилась все хуже и хуже. Теперь у нее не было сил даже на то, чтобы встать с кровати и поесть. Майкл же начал все больше верить в то, что не болезнь это вовсе и не его любимая жена это, проделки фей, которые забрали Бриджит, а в кровати лежит подменыш. Но он все же отправился в приемную доктора Крина вновь, чтобы потребовать немедленного визита в их дом. Буквально силой Майкл доставил его к Бриджит, где после быстрого осмотра тот уверил обеспокоенного мужа в том, что это просто бронхит. Пусть и дальше отдыхает, пьет много жидкости и вскоре поправится. Уходя, доктор попросил больше его не беспокоить по пустякам. Перед ним здоровая и крепкая женщина. А чтобы ускорить выздоровление, вместо того, чтобы беспокоить доктора, лучше бы оставили угощение феям. Можно сказать, что это начало конца. Доктор запустил тот механизм, который уже было нельзя остановить. В это время за Бриджит начали ухаживать ее тетя Мэри Кеннеди и кузина Джоанна Кеннеди. Они отпаивали ее настойками из трав и растирали спину и грудь мазью. Но и это не помогало. Тело Бриджит горело, а сама она начала бояться. Говоря, Майкл считает, что я фея. Подменыш. Я его боюсь. Поговорите с ним. Только вот они уже знали об этом. Несколько дней подряд Майкл говорил только о том, что Бриджит похитили феи. А вместо нее они оставили подменыша. Он сразу это понял, ведь существо выше Бриджит на несколько сантиметров. Но если вспомнить все сказания и обряды, то шанс спасти настоящую Бриджит еще есть. Главное успеть, ведь вызволить похищенного человека можно лишь в течение девяти дней. Родственники, хоть и не в полной мере веря, его поддержали и направились к местной знахарке. Та, само собой, подтвердила все опасения и дала волшебные зелья. Точнее, какую-то бурду из смеси трав и ягодной настойки. Она же посоветовала Майклу пригласить домой священника для чтения молитвы. Так он и сделал. Вскоре вместе с пастором Райаном он уже стоял у кровати Бриджит. Тот, прочтя молитву, еще и провел осмотр, заявив, что не находит признаков бронхита. После его ухода Майкл начал поить Бриджит волшебными зельями. Точнее, пытался поить, но на вкус смесь из трав и забродивших ягод оказалась отвратительна, и Бриджит отказывалась принимать неизвестные лекарства. Это лишь разожгло подозрение Майкла, который начал кричать на жену, называя ее феей, и угрожать физической расправой. А останавливать его пришлось родственникам. Как и уговаривать Бриджит принять настойку? Она повиновалась, но, конечно же, это не помогло. Теперь Бриджит еще и корчилась от боли в животе и от тошноты. Восьмой день. Майкл серьез боится потерять свою любимую жену, ведь времени почти не осталось. Он направляется в соседний городок, к другому знахарю, Деннису Гейну, который полностью поддерживает его опасения, советует спешить и вручает ему еще одно волшебное снадобье. Стоит также упомянуть, что за каждый прием у знахарей Майкл неплохо платил, как и за их снадобья. Так что, скорее всего, в действительности их интересовали лишь деньги. И они не отдавали себе отчет в том, что разжигают безумство в мужчине. Майкл поспешил домой, где его ждала дурная весть. Это знак. Именно такой вывод пришел в голову обеспокоенного мужа, когда он прочел письмо, пришедшее из его родной деревни, с новостью о том, что скончался его отец. Теперь у Майкла не осталось сомнений. Это феи озлобились. Пытаются сломить и отвлечь внимание от подменыша, причиняя вред близким Майклу. Ехать на похороны отца он отказался. Его уже не вернуть. А вот жену спасти еще можно. Но время уходит. Майкл обратился за помощью к родственникам, а также пригласил своего друга Джона Дана. Того самого, который 6 марта повстречал ослабленную Бриджит в городе. Сейчас он вспомнил ту встречу и уверенно заявил, уже тогда он почувствовал нечто иное, потустороннее в женщине. Это, конечно же, ни капли не спасало Бриджит. Также помочь в изгнании вызвались четверо двоюродных братьев Бриджит, ее тетя Мэри и кузина Джоана. Время от времени в дом семьи Клири заходили соседи и неравнодушные жители города, которые впоследствии и рассказали о произошедшем в суде. Но пока они только наблюдали, поддерживали и всячески потворствовали всему происходящему. Зелья, отвары, молитвы и заговоры – это был уже девятый день болезни, который и так проходило тяжело. А из-за постоянных истязаний Бриджит ослабла еще сильнее. Она не могла четко и удовлетворительно отвечать на вопросы. Она не могла сопротивляться и даже не могла призвать к здравому рассудку своих спасителей. В кавычках спасителей. 15 марта подходила к концу. Оставалось меньше часа на то, чтобы спасти похищенную Бриджит и изгнать подкидыша. Джон Дан, видя отчаяние друга, предложил прибегнуть к самому радикальному способу, который по поверьям работает безотказно и уничтожает всю темную магию. Огонь. Мужчины волокут Бриджит к очагу, снимают металлическую решетку и силой удерживают ее руки над тлеющими углями, продолжая молиться и читать заклинания. После чего девушки задают вопросы, на которые даже подменыш после проведенных обрядов не сможет соврать. Кто ты? Спрашивает Майкл. На что Бриджит отвечает. Я Бриджит, жена Майкла Клири, дочь Пэта и Бриджит Болланд. Все ликовали, восхваляли небеса. Наконец-то она спасена. Выходит, феи сдались и вернули душу девушки в ее тело. Поверили все. Все, кроме Майкла. Ведь он знал, насколько коварны феи. И если уж они решили лишить жизни его отца ради души Бриджит, то и сейчас, в последние минуты, когда ее можно спасти, будут бороться до последнего. Да и тем более, легенды гласят, что подменыш должен исчезнуть, а похищенный человек вернуться домой с холмов. Сейчас же ничего не произошло. Перед ним по-прежнему болезненного вида измученное существо. Утром Майкл снова приглашает пастора Райна, чтобы тот прочел молитву. В этот раз, что неудивительно, Бриджит показалась ему более слабой, чем прежде. И действительно удивительно, что это она не выздоравливает. Может быть, она подменыш? Освященная обладка, которую пастор Райан положил в рот Бриджит перед молитвой, застряла у нее в горле. Тот поспешил подать ей воды, которую Бриджит с жаждой выпила, ведь до этого целую неделю ей не давали ничего, кроме отваров и настоев. Майкл, который следил за каждым движением жены, сразу же отметил этот момент, сделав вывод, что будь это его Бриджит, а не дьявольский подкидыш, она бы с легкостью проглотила обладку. Напряжение между Бриджит и мужем нарастало. Порядком измученная девушка начала соглашаться с бреднями Майкла, говоря, что он прав, и она действительно фея. К вечеру этого дня большая часть родственников уже встала на сторону Бриджит, уговаривая Майкла прекратить истязание и уже поверить в то, что перед ним настоящая жена. Приходили соседи, клиенты Бриджит и другие, знавшие ее горожане. Все они в один голос утверждали, что видят перед собой Бриджит Клири и что это точно не подменыш. Видя, как много людей посещают их дом, Бриджит попросила свою тетю переодеть ее в дневное платье и причесать волосы. На вопрос мужа, зачем она наряжается, Бриджит ответила, что хочет предстать в подобающем виде перед уважаемыми людьми. Майкл, знавший, что уважаемыми обычно называют именно фейс, вскипел. Он начал крушить все в доме, кричать и молиться. Кузина Бриджит Джоан забилась от страха в угол в тот самый момент, когда Майкл схватил свою жену за плечи и швырнул ее об печь. По металлической решетке потекла кровь. Девушка разбила голову и без сознания упала на пол. В следующую секунду Майкл схватил керосиновую лампу, вылил ее содержимое на платье жены и швырнул на тело немного раскаленных углей. Тело Бриджита хватило огонь. Она не кричала и не сопротивлялась. Ушиб головы лишил ее сознания, и боли она не чувствовала. На разгорающееся пламя и крики Джоан сбежались люди. Все толпились у дверей дома, но войти и попытаться помочь Бриджит никто не смел. Да и в общем-то ее уже было не спасти. Истерия Майкла продолжалась. Он рыдал и требовал фей вернуть ему жену. Не сводя глаз от обгорелого тела, он ждал, когда же подменыш явит себя миру, покажет свой настоящий облик и вылетит в трубу печи. Ведь как только это произойдет, Бриджит, его дорогая любимая жена вернется. Шли минута за минутой. Мертвое тело не двигалось. Тогда Майкл сгреб его в охапку и затолкал в печь. Он был уверен в том, что это должно подтолкнуть феи к правде. К этому времени родственникам удалось погасить распространяющийся огонь и выпроводить со двора зевак. Стоит отметить, что все они отправились домой. И никто в полицию. И действительно, зачем вызывать гнев фей? Правда? На утро после сожжения, потерявший всякую надежду, Майкл отправляется в церковь, где признается во всем содеянном пастору Райну. Точнее, он не раскаивается в убийстве Бриджит. Скорее, он разочарован тем, что так и не смог ее спасти и победить фей. Он просит пастора еще раз посетить его дом и прочесть молитву. Ведь больше надежды нет. Может быть, это поможет? Вдруг Святой Отец повлияет на фей, и те вернут Бриджит, живой и невредимый. Ага, особенно после того, как ты ее в печь запихал. Боже, какой это кринж. Тем не менее, пастор Райан утешает Майкла и отправляет его домой, обещая в скором времени прийти. Так он и делает. Но приходит не один, а с полицией. В этот момент вся уверенность в существовании феи и в том, что именно они похитили Бриджит, испарилась. И Майкл, и все соучастники изгнания подкидыша молчали и не признавались в том, где же сейчас девушка. Но полиция не прекращала поиски. И 22 марта, вне глубокой могиле у самого леса, было обнаружено изувеченное тело Бриджит Клири. Установили, что погибла она от обширных ожогов, но еще при жизни получала травму. На теле были видны следы от связываний и побоев. Майкл и еще 8 человек, включая его друга Джона Дана, тетка и кузина Бриджит были отправлены под суд. В ходе допроса именно кузина Джоанна заговорила первой, рассказав все известные ей детали, включая избиение и поджог Бриджит. Майкл Клири, горюющий вдовец, был приговорен к 20 годам каторжных работ в тюрьме строгого режима. Остальные же участники также не вышли сухими из воды и получили различные сроки – от двух до семи лет заключения. И ведь это не конец. Так как всех близких Бриджит посадили, никто не явился за ее телом. Пастор Райан отказался участвовать в погребении, сказав, что не хочет иметь отношение к чему-то потустороннему. Таким образом, гробовщикам было велено захоронить ее тело на отшибе кладбища, поглубже в земле, на всякий случай. Табличку с именем велено было не устанавливать. Ну а вдруг это не Бриджит, а по правде фея? Это по-серьезки, прям по-серьезки они так решили. И хоть преступление раскрыли, а виновные получили наказание, но в городке Боливедли по-прежнему шептались и сокрушались о том, что Майклу Клири не удалось спасти свою любимую жену. Бриджит Клири. Она так и осталась. У фей. Я описала этот текст целую неделю, так что у меня эмоций уже вообще не осталось, я все выплеснула. Но думаю, они есть у вас, так что обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по поводу суеверий. Или переходите, или еще лучше переходите в Телеграм, там мы обсудим все это подробнее. А также не забывайте, что все арты из этого видео, из других видео или из других соцсетей можно приобрести. Так вы станете обладателем оригинала, а также поддержите меня. Все ссылки ждут вас в описании к видео. А с вами была я, Ольга Монтро. Огромное спасибо за поддержку и просмотр, за ваш лайк, подписку, комментарий и колокольчик. Всех обнимаю и верим в лучшее. Пока-пока. 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 Пока-пока.